Особое мнение на 101FM Хотела бы сразу обозначить проблемные зоны, о которых говорили и промышленники, и представители торгово-промышленной палаты, и собственное правительство тоже обозначало проблемы в лице Натальи Кряжевой, министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области. Вы знаете, какой выявился момент в ходе нашего обсуждения, очень важный, как считают наши эксперты, это вопрос подготовки кадров для лесной отрасли. Пеняют на то, что выходит, особенно из системы СУЗов, по-старому, если мы называем, это система среднего образования, ПТУ, неподготовленные идут специалисты, немотивированные ребята. Выходит, и самое главное, не готовы работать на современном оборудовании для лесной отрасли. Ну, это вопрос достаточно сложный, и нельзя, наверное, так однобоко его освещать, потому что система образования сама по себе достаточно консервативна. Там даются какие-то базовые навыки, базовые знания и так далее. Здесь, скорее всего, вопрос переподготовки кадров, подготовки его к новым уже условиям труда, к новому оборудованию и так далее. Потому что, на самом деле, ситуация в отрасли меняется очень быстро. Приходят новые технологии, оборудование, меняются подходы к лесозаготовке, к лесопереработке и так далее. Поэтому здесь нужно объединять усилия, усилия бизнеса, усилия предприятий совместно с учебными заведениями, разрабатывать новые программы подготовки кадров и так далее. Нельзя вот прямо обвинять просто, что виновата система образования. Это не так. Потому что ситуация, я уже говорил об этом, что в бизнесе ситуация меняется очень быстро. Вчера лесозаготовки шли бригадами ручным методом, сейчас механизированная заготовка. Нужны другие специалисты, нужны другие подходы к подготовке этих специалистов. А что касается того, что дети или те, кто поступают в учебные заведения, не мотивированы, здесь ведь проблема профориентации. Вот система профориентации, которая была раньше, наверное, ее нужно возрождать, ее нужно внедрять. Потому что ребенок, когда он учится в школе, потом перед ним встают проблемы выбора профессии, он, наверное, должен на что-то опираться и должен перед собой видеть перспективу, видеть будущее. Не только там со слов знакомых, друзей, родителей и так далее. Прежде всего, он должен сам понимать, кем он хочет стать и чего он хочет добиться в жизни. Ну, здесь видно, что действительно глубокий вопрос, и, наверное, он затрагивает систему межведомственного взаимодействия. И этот опыт не очень действительно у нас сейчас еще развит. И здесь очевидно, что проблема-то назрела. И, наверное, перед правительством Кировской области в ближайшее время этот вопрос промышленники будут ставить в первую очередь. То есть здесь намечаются ли какие-то шаги со стороны правительства? Или вы видите, что их необходимо наметить и как-то... Нет, правительство этим и занимается. И правительство все эти годы, предшествующие сегодняшней дате, оно решает эти вопросы. Создаются опорные школы, в вузах внедряются новые специальности, меняется система переподготовки кадров и так далее. Просто, как я уже говорил, система образования, она консервативна. Нельзя от нее ждать быстрого отклика и так далее. Вопрос, как работать на опережение и предугадывать изменяющиеся тенденции в экономике, это другой вопрос. Потом, конечно, остро стоит вопрос, наверное, материально-технического оснащения системы образования. Совершенно верно, потому что если новые станки поставлены на новый фанерный комбинат, то их, очевидно, у СУЗа не будет. Естественно, естественно. И здесь необходимо находить формы взаимодействия с предприятиями, чтобы студенты, учащиеся, могли проходить практику на новом оборудовании, высотехнологичном. Но так как это очень дорогое оборудование и в некоторых случаях оно уникальное оборудование, его просто нельзя там разместить в учебных заведениях. Так как нельзя, например, купить лесогазвилинные комплексы, что возьмите Понса, возьмите Джон Дир и так далее, они стоят десятки миллионов рублей. Поэтому, основываясь на опыте, допустим, даже зарубежных стран, наверное, все-таки очень важно наладить вот это шефство предприятий над учебными заведениями. Это было все в нашей истории, на самом деле. Надо просто вернуться к тому, что хорошо забыто. — Советский Союз вы имеете в виду, подготовку кадров? — Система подготовки кадров советской школы. Она была очень хорошая, она отвечала. Ну, не случайно мы первые вывели в космос человека. Мы были лидерами во многих направлениях, технологических направлениях развития экономики. Но, наверное, не все было плохое. — Одним из главных акцентов Второго лесного форума было деревянное домостроение. Мы видим, собственно говоря, пример деревянного домостроения. До сих пор еще на театральной площади. Мы видим ФАБ, который там спроектировали, как нам сказал представитель компании «Хольцхаус» Николай Юферев. Спроектированы уже как раз студентами опорного вуза. Вот это вот первые результаты совместной деятельности бизнеса и образования. Перспектива деревянного домостроения в Кировской области. И можем ли мы сказать, что это направление может стать опорной точкой роста экономики региона? — На мой взгляд, это направление может стать одной из опорных точек развития лесной отрасли Кировской области. Но здесь, опять же, необходимо поработать, наверное, и над дизайном, над архитектурой зданий. — Вам не понравился дизайн ФАБа, который стоит на театре? — Нет, он понравился, но дело в том, что, наверное, есть над чем еще поработать. — Например? — Ну, сделать более современные формы, использовать другие материалы и так далее. То есть сейчас ведь комбинация-то очень широкая, материалов. Потом необходимо все-таки работать над удешевлением стоимости квадратного метра жилья из дерева. Да, потому что раз уж мы живем в лесном краю, то такое жилье должно быть более доступно гражданам. Ну и здесь необходимо решить те проблемы, которые уже назрели годами. То есть это ипотека в домостроении, это разрешение или внедрение деревянного домостроения при строительстве административных зданий и так далее. То есть здесь вопрос-то глобальный такой. — И он, наверное, не на уровне региона решается? — Не только на уровне региона. Естественно, регион выходит со своими предложениями на федеральный уровень. Мы работаем, рассказываем о тех проблемах, с которыми мы сталкиваемся здесь, на региональном уровне. Я думаю, что это все дело времени. Это все равно решится. И, естественно, такая будет неплохая точка роста здесь у нас. — Можно ли сказать, что правительство Кировской области занимает активную позицию, не ждет, когда сверху пойдут изменения, а сами являются инициаторами этих изменений, в том числе и в законодательной сфере? Потому что, что касается той же ипотеки или субсидирования, тут законодательство очень многое решает. — Нет, естественно. И возьмите даже этот же лесной форум. Это яркий пример того, как правительство области здесь, на региональном уровне, решат те вопросы. Ведь сколько приехало представителей различных компаний из-за рубежа. Мы видим, какой огромный интерес к лесопромышленному комплексу Кировской области проявлен. И вы посмотрите, те инвестиционные проекты, которые реализуются в настоящий момент на территории области, и уже реализованы открытие второй очереди в Новоавиадске фанерного завода «Сегежа Групп», которые планируют построить еще третий объект в области. В Мурашах прекрасный завод построен фанерный. Поэтому здесь все это говорит о том, что инвестиционный климат меняется. И самое главное для нас — это сейчас возрождение вот этого климата в области для того, чтобы инвесторы поверили, что здесь можно вести бизнес. И бизнесмены, чтобы поверили, что они могут взаимодействовать с иностранными инвесторами. Конечно, конечно. С иностранными инвесторами. Что они могут взаимодействовать с административными органами, с органами власти, с налоговыми службами и так далее. Хорошая история про веру бизнеса в то, что они могут взаимодействовать с органами власти и, например, с налоговыми службами. Тоже один из участников нашей программы, которая только что завершилась разворот на бизнес, сказал, что форум дал возможность бизнесу напрямую в рамках круглых столов и конференций задавать свои вопросы, а не ходить с бумажками, назначать встречи и ждать, например, каких-то приемов. И поблагодарили правительство за то, что активное участие в форуме приняли, а не, так сказать, формально открыли и закрыли этот форум. Вот этот формат, действительно ли вы видите, что есть какой-то такой прорыв в этом смысле, что правительство заинтересовано в площадках, которые позволяют активно в течение двух дней, например, одного-двух дней, взаимодействовать с бизнесменами и на месте решать проблемы. Вот о чем думает правительство, как меняется мышление в этом смысле? Нет, ну, правительство должно стать более открытым. То есть, вот, как вы сказали, дорога человека до чиновника, она должна быть максимально короткой. И в этом плане мы ведь уже не только вот этот форум проводим там лесной отрасли, мы недавно провели форум предпринимательства на Вятке и точно в таком же формате, когда у предпринимателей была возможность задать вопросы напрямую губернатору, членам правительства области, обсудить наболевшие вопросы, потом поработать в группах и так далее. То есть, вот, мы пытаемся внедрить такой формат совместной работы с бизнесом, с представителями общественных организаций для того, чтобы прежде всего выявить те проблемы, которые на самом деле сейчас очень важны и требуют немедленного решения. Я думаю, что вот у нас начинает получаться это. Вы, как бывший предприниматель, сейчас можете посмотреть с одной и с другой стороны, насколько сократился уже сейчас этот путь или еще все-таки долгая дорога предстоит? Знаете, мне кажется... Между бизнесом и чиновником. Дорога, наверное, предстоит все-таки еще большая. Потому что, наверное, проще достучаться до губернатора, чем иногда до других представителей власти, которые решают конкретные вопросы. Но здесь, я думаю, что со временем все поменяется. Нельзя ждать, что вот в раз все изменится. Я думаю, что дорогу осилит идущий, и поэтому мы работаем. Прервем сейчас на короткий перерыв. Напоминаю, в программе «Особое мнение» Александр Чурин, первый заместитель председателя правительства Кировской области. Особое мнение на 101FM Да, действительно, программа «Особое мнение» в эфире нашей радиостанции. У микрофона работает Светлана Занько. Особое мнение сегодня высказывает первый заместитель председателя правительства Кировской области Александр Чурин. Александр Анатольевич, мусорная реформа – это постоянная тема. Она не исходит просто и с волны нашей радиостанции, и с газетных страниц. И мы будем об этом говорить постоянно, потому что она запущена, и от нее никуда не деться. И среди глобальных вопросов, которые сейчас обсуждаются, это в том числе строительство полигонов. Кто должен строить полигоны и инфраструктуру государства или бизнеса? Вот здесь разгорелся такой яростный спор. С одной стороны, некоторые эксперты говорят, что нужно все отдать на откуп бизнесу, и он эффективнее. Построит нам инфраструктуру, да, и реализует ту же схему строительства и утилизации объектов, которые утилизируют твердые бытовые отходы. С другой стороны, эксперты говорят, нет, государство должно в этом участвовать, государство должно обеспечить, потому что бизнесу доверия нет. Вы на какой позиции стоите? В любом вопросе бывают разные точки зрения, и тема, как вы ее назвали, мусорная тема, наверное, не исключение. Прежде всего, изменилась сама концепция сбора и утилизации мусора. То есть сейчас в области у нас выбран единый региональный оператор, который будет отвечать за распределение средств уже другим местным компаниям, которые осуществляют непосредственно сбор мусора. Что касается полигонов, то, конечно, необходимо строительство современных полигонов, мусоросортировочных станций, заводов по переработке мусора, потому что изменилась сама структура мусора. Сам мусор другой сейчас, не тот, который был уже несколько десятилетий назад. Что касается, кто эффективнее сделает эту работу, бизнес или государство, ну, вопрос, наверное, открытый. Потому что, с одной стороны, затраты на строительство полигонов, они достаточно значительны. И здесь необходимо четкое понимание для бизнеса сроки окупаемости, то есть объемы и так далее. Поэтому, наверное, здесь, наверное, вот в рамке частного государственного партнерства наиболее подходящая форма взаимодействия. А оно у нас не очень развито в Кировской области. Опыта такого вот в таких серьезных глобальных проектах нет. Ну, на самом деле, опыт, он нарабатывается. И это ведь тема возникла не так давно, частное государственное партнерство. Поэтому здесь несколько лет пройдет, прежде чем мы, наверное, выработаем такую действенную схему взаимодействия. Но, тем не менее, первые шаги уже есть. Они, в общем-то, хорошие, показывают хорошие результаты. И мне кажется, что, в принципе, нам нужно создать условия для того, чтобы пришел инвестор, который бы четко понимал, на каких условиях он будет работать, какой период времени. И самое главное, какую отдачу он получит от выполнения тех или иных своих обязанностей. Реформа, которую государство затеяло в этой сфере, она влечет, так или иначе, влечет за собой последствия, которые выражаются в деньгах, которые будет каждый человек платить за этот самый образующийся мусор. Ну, мы же все хотим жить в чистых городах. Мы хотим выезжать за город на природу и не видеть мусор, который разбросан везде. И прежде всего, это изменение менталитета людей не мусорить, убирать за собой. Ведь вот вопрос несанкционированных свалок, он ведь возник-то… Не государство мусорило, хотите сказать. Да. Мусорим-то мы сами. То есть мы иногда лень там пройти, выбросить мусор в мусорницу, кидаем себя под ноги и так далее. Здесь за нас никто его не уберет. Прежде всего, надо начать с себя. Ну и понятно, что утилизация мусора – это достаточно такая дорогостоящая процедура. И поэтому стоимость ее, она определена, и она будет там индексироваться в течение какого-то периода времени. Что касается бизнеса, и тут тоже вопрос был поднят представителем САХА Михаилом Шиховым. Он сам проанализировал, какое количество договоров заключили предприниматели по вывозу мусора и какое количество юридических лиц ЕП у нас зарегистрировано в налоговой инспекции. Так вот, порядок цифр примерно такой. Около 70 тысяч юрлиц ЕП в налоговой инспекции зарегистрировано, а договоров с их стороны меньше 10 тысяч. Представляете, да, 60 тысяч юридических лиц ЕП не заключают договоры на вывоз мусора. И он говорит, вот если мы ищем деньги, то не поискать ли здесь? Как вы думаете, стоит ли обратить внимание, как-то совместное внимание чиновников? Я думаю, да, стоит, потому что я тоже эту информацию когда получил, достаточно удивительно, она прозвучала. Здесь, наверное, надо посмотреть по структуре вообще, кто заключил договора, кто не заключил договора и так далее. Потому что понятно, что крупные промышленные предприятия, у них у всех договора заключены. И именно крупные промышленные предприятия являются основным таким производителем, основной массы мусора. Но здесь, прежде всего, работа этого же САХа должна быть более активной. Тогда совместно с контролирующими органами надо смотреть этот вопрос и как-то подходить к его решению. А правительство тут может как-то посодействовать вот этой проверке и какому-то движению? Потому что это же все-таки деньги тоже. И куда-то эти ППшники скидывают свой мусор и рулиться более-менее. Но они скидывают ее в эти же мусорные контейнеры, которые платят ТСЖ или управляющие компании, или жители города. Здесь вопрос, смотрите, и со стороны этих компаний тоже. Вопрос, опять же, содержания мусорных площадок, контейнерных площадок, чтобы туда был доступ только соответствующим тем, кто платит. Вы лично можете инициировать подобное, например, движение, совместную проверку с налоговой инспекцией, САХом, правительством договоров? Я просто не очень понимаю, с какого конца подойти. А тут вопрос экологии, вопрос уже в этом ракурсе, наверное, лежит. Но совещания по этому поводу пока еще не было. Пока только информация распространена. Я думаю, что мы сейчас займемся этим вопросом, соберем заинтересованные все структуры и проработаем его более подробно. И вопрос информационного сопровождения мусорной реформы, конечно, очень остро стоит. Потому что мы всегда говорим, что нас ставят перед фактом, вот мы получаем платежки, ничего об этом не знают. Хотя мы, представители СМИ, понимаем, что о предстоящей реформе, о предстоящем повышении вроде говорим постоянно. Но для людей это всегда открытие и всегда острый момент. Ну, естественно, невозможно достучаться до каждого пока в рамках информационной кампании. А когда уже тебе придут платежки, и человек уже увидит, сколько он должен заплатить, понятно, что у него возникают вопросы. Но я думаю, что этот вопрос мы во втором полугодии как раз начнем более широко освещать. Потому что с 1 января там у нас начинается работа. И людям будет более понятно это все. Почему? Зачем? И для чего? Информационная работа усилится в этом направлении. Еще один момент, который хотелось бы с вами обсудить, это как раз реакция ваша личная на то, о чем говорили крестоходцы, люди, которые пошли в Великорецкий крестный ход. Это просто очень активно в социальных сетях обсуждалось, в частности, в Фейсбуке. Были видеозаписи, были обсуждения. Там паломники жаловались на то, как были организованы переправы через разные всякие маленькие речки и ручейки. Мы видели кадры, когда люди по поясу в воде и в грязи сами наводили вот эти переправы. Вы сказали тогда, что задача органов власти и социально ориентированного бизнеса помочь людям пройти этот светлый, но очень непростой труд. Необходимо организовать условия в местах остановок и ночлега. Вот Великорецкий крестный ход не первый год уже идет. Но так остро эта проблема стала особенно в этом году. Может быть, благодаря тому, что публиковались такие вещи в соцсетях? Ну, во-первых, в этом году ход был действительно тяжелый. Самый тяжелый, как говорят. Говорят, да. За последние 10 лет. Самый тяжелый и так далее. Погодные условия. Вы видите, какая была погода, дожди, грязь. И понятно, что здесь многие возмущаются вообще, зачем власть встревает вот в эту тему. Царьков отделена на государство, у нас светское государство. Но здесь вопрос-то власти прежде всего обеспечить безопасность граждан, безопасность людей, которые осуществляют этот крестный ход до села Великорецкого и обратно. И поэтому, естественно, необходимо заранее продумать все это, посмотреть, чтобы были установлены в местах переправы мостки, чтобы люди могли безопасно преодолеть водные преграды, посмотреть в местах отдыха, прежде всего, опять же, чтобы мусор не разбрасывался по окрестностям, контейнерные площадки и так далее. Но в этом году, кстати, достаточно хорошо это было и видно. И ведь нельзя сказать, что совсем не подготовлено все это идет. Тем не менее, ход прошел. Мы были в Великорецком. Очень, кстати, в этом году была широко представлена и потребка операции, и частная предпринимательская торговля. На месте там, в Великорецком. Но если мы будем возвращаться к оборудованию мест отдыха и оборудованию переправ и прохождению самих паломников по нашим, таким не самым проходимым, дорогам, это вопрос все-таки вложения денежных средств. Естественно. И правительство готово пойти на то, чтобы выделять дополнительные средства? Правительство выделяет средства, но здесь необходима помощь еще и предпринимателей, помощь бизнеса, в организации, например, мест стоянок и так далее. Но тут ведь и другая сторона на самом деле. Это многовековой ход уже. И люди ведь туда идут не на прогулку. Они идут, преодолевая себя, идут для того, чтобы выполнить какие-то свои обеты, получить благословение и так далее. Поэтому ждать от того, что это будет легкая прогулка, наверное, не следует. Но люди не заявляли, что это будет легкая прогулка. Все-таки меня интересует вопрос денежных средств. Вы говорите, что нужно привлекать в социально ориентированный бизнес. Как бизнесмены могут быть заинтересованы в том, что вкладываются в беспечные деньги? Это вопрос не в заинтересованности, а в вопрос благотворительности. То есть здесь не надо ждать, что будет какая-то отдача и так далее. Значит, бизнес помогает. Бизнес, он и сейчас помогает. Он ведь не просто так стоит в стороне. У нас масса примеров руководителей предприятий, предпринимателей, которые жертвуют денежные средства, паломникам жертвуют денежные средства метрополии для того, чтобы организовать этот крестный ход и чтобы его провести. Но в свете того анализа, который вы провели и того, что вы увидели, вы себе представляете, как в следующем году вы будете взаимодействовать с теми же бизнесменами? Конечно. Как? Спокойно. Большое количество бизнесменов привлекать? Тут не то, что большее количество людей нужно привлечь, а просто, может быть, немножко сместить акценты. То есть сместить акценты именно в части прохождения пути. То есть не на месте сбора уже в Великорецком, а именно в путь благоустроить. Путь благоустроить более-менее. То есть заранее будет собираться, видимо, совещание в следующем году и обеспечение. То есть это все делается заранее, начиная уже с весны, идет подготовка к крестному ходу, решаются те или иные вопросы, выделяются необходимые средства, силы. Больше акцент будет на путь движения паломников. Прервем сейчас буквально на полторы минуты у нас реклама и продолжится программа «Особое мнение». Программа «Особое мнение» в эфире нашей радиостанции. У микрофона работает Светлана Занько. «Свое особое мнение» сегодня высказывает Александр Чурин, первый заместитель председателя правительства Кировской области. У вас вчера был очередной день приема граждан. Я помню, что звонила как раз по сегодняшнему эфиру, и пробиться до вечера практически было невозможно, потому что постоянно шел прием, и вы не отвлекались. С какими сейчас идут к вам люди с запросами, просьбами, жалобами? Ну, основная масса, конечно, касается, масса жалоб – это ЖКХ и дороги. То есть это вот два таких блока проблем, которые стоят перед гражданами. Ну, вот, например, по дорогам. Понятно, что та разветвленная сеть, которая у нас есть, вот в областной собственности порядка 10 тысяч километров дорог, которые обслуживают наши подрядные организации. И понятно, что денежных средств, выделяемых в дорожный фонд, просто не хватает. Но здесь иногда возникают и другие вопросы. Например, дорога в отдаленное село. В прошлом году ее сделали, в этом году ее уже раздавили лесовозы, которые возили лес, которые заготавливаются в окрестностях населенного пункта. И самое-то интересное, что раздавили-то ее жители этого же села, которые работают, у них в собственности эти транспортные средства, и они ее и раздавили. Сейчас они приходят и говорят, что снова надо делать и так далее. То есть здесь вопрос-то такой, что, ну, сами граждане, наверное, более-таки должны быть, что ли, сознательные. А куда лесовозом-то ехать, если дорога одна? Нет, ну, надо ведь и смотреть, когда ездить. То есть вопрос такой был, когда шли периоды таяния снега и так далее, когда были разбиты дороги, она не высохла, они ее и раздавили всю. Понятно, что необходимо было вывезти лес, необходимо было доставить сырье, но сейчас вот другая проблема. Значит, надо делать дорогу. И таких вопросов-то очень много. А вот здесь частный, вот этот частный ваш пример, который вы привели, сделана дорога, лесовозы едут, потому что у них свои графики, дорогу снова разбили и снова нужно делать. И на следующий год будет опять то же самое, и через год то же самое. Где решение-то? Естественно, если дорогу делать там в твердом, в асфальтовом покрытии, это вопрос другой. Но это межпоселковая дорога, обычная, проселочная. Нет целесообразности вкладывать десятки миллионов рублей в строительство дороги, их просто и нет. Здесь, прежде всего, на мой взгляд, это сознательность самих граждан. То есть, ну, надо как-то... Учитывать условия погодные. Учитывать условия погодные, смотреть, планировать и так далее. Ну, вы же там живете-то. Никто за вас дорогу делать не будет. То есть, надо ведь как-то так вот, не знаю, распределять. И здесь муниципальные власти должны больше работать, получается, с населением? Потому что ни из центра же, ни губернатор, ни замгубернатора будут постоянно ездить и говорить, ребята, давайте как-то свои планы корректируйте, смотрите, вам здесь жить. Ну, местное самоуправление. Местное самоуправление, муниципалитеты, действительно. Ну, они работают. Они работают. Просто муниципалитет тоже не в состоянии уследить за всем. Понимаете, у нас немножко надо поменять вот свое самосознание, наверное, людям. Потому что никто за нас не сделает. Все ждут. Кто-то должен сделать. Никто не сделает. Ну, вы знаете, сознание граждан все-таки пробуждается. Часто в ходе осуществления некоторых проектов. В частности, например, вы же житель города Кирова. В последнее время активно идет дискуссия вокруг установки памятников. Очередным таким будоражащим поводом была новость о том, что будет установлен памятник семье Николая II на веерной лестнице на набережной города Кирова. На днях прошли общественные слушания, где активно обсуждался этот вопрос. Причем не место установки, даже памятник обсуждался. Хотя против этого места высказывались люди. В большинстве своем, судя по тем отчетам, которым администрация дала. Но и сама там персона этого памятника. Вы следите за этой дискуссией? Готовы ли высказать собственное мнение по этому поводу? Ну, вы знаете... Вот Шульгин с Ковалевой, которые вели общественное слушание, они отказались озвучивать свою позицию, предоставив людям возможность высказаться. Нет, ну, люди, наверное, должны высказаться. Но, на мой взгляд, вот вопрос установки памятника, он не должен разъединять общество. Все-таки это должен быть какой-то консенсус, когда люди решили поставить памятник. Тем людям, которые сыграли значительную роль в истории города, страны, в истории каких-то событий, принимая участие. Здесь сложная тема, на самом деле. Да, очень. И фигура противоречивая. С одной стороны, он признан русско-прославной церковью святым, великомучеником. А с другой стороны, как политический государственный деятель, он непосредственно участвовал в гибели Российской империи. И здесь на весах, наверное, разные вещи лежат. Поэтому я бы взял паузу просто в этом вопросе. Чтобы не торопиться, чтобы люди обсудили, пришли к какому-то мнению. Чтобы это была какая-то ярко выраженная согласованная позиция, прежде всего. Еще одна новость, которая пришла буквально на днях. Вы активно принимаете участие в продвижении нашей команды Высшей Лиги КВН. И заявили о том, что договорились об открытии в Кирове дома КВН. Вы взялись поддерживать этот проект. Почему? Прежде всего, проект команды «Вятка», которая участвует у нас в Высшей Лиге КВН, это имиджевый проект для Кировской области. Потому что я со многими общаюсь с товарищами за пределами области. И они говорят, что у вас команда играет в Высшей Лиге. И это здорово для региона. Это здорово для имиджа региона. О том, что здесь живут талантливые, умные люди. Хорошая молодежь, которая может на достойном уровне выступать в одной из самых популярных программ на нашем телевидении, на Первом канале. Что касается дома КВН, здесь мы его хотим создать на базе Дворца молодежи. И вовлечь сюда молодежь, которая неравнодушна, которая готова проявить свои таланты на сцене, в жизни. Которая ищет вот эту сцену, где можно проявить себя в том или ином амплуа. И потом, знаете, как мы с ребятами обсуждали этот вопрос, неплохо бы восстановить студенческую весну в наших вузах. По осени мы хотим провести Кубок губернатора. Привезти несколько топовых команд КВН, из Высшей Лиги КВН, чтобы они здесь сыграли. Чтобы наше население, наши граждане воочию видели, как все это проходит. Поучаствовали в этом мероприятии. Я думаю, что это было бы очень интересно. Губернатор, судя по тому, что мы говорим теперь о Кубке губернатора, тоже заинтересован в этой истории. Ему очень нравится. Ему понравилась эта идея. Кубок губернатора. Я знаю, что Игорь Владимирович сам был на одной из игр нашей команды Высшей Лиги. Какова была его реакция? Его даже, по-моему, задействовали. Там, да, небольшая была сценка. Неожиданно? Это было запрограммировано? Нет, это было абсолютно не запрограммировано. Для него это было неожиданностью. И ему очень понравилась атмосфера проведения этого действия, как поддерживают болельщики. Вы знаете, сколько болельщиков приехало наших туда поддержать нашу команду? Удивительно было, потому что сейчас, когда они вышли в полуфинал, я думаю, что приедет еще больше болельщиков на следующую игру. Я думаю, что у ребят должно получиться и, по крайней мере, пройти полуфинал, выйти в финал Высшей Лиги. Ну, посмотрим. Задача такая поставлена. Она не задача, просто есть пожелание такое. И вот сейчас они будут участвовать в игре в Калининграде. Голосящий Кевин как раз. Посмотрим, как пройдут вот это испытание. А Голосящий Кевин там поют? Да. У нас поет команда. У нас, в принципе, поющая команда, неплохо поющая. Ну, посмотрим. Мы, когда делали программу в начале всего этого процесса, это было между зимой и весной, где-то в февраль-март, говорили нам представители команды КВН, что рассчитывают весной перевезти Маслякова-младшего. Но он так и не приехал. И теперь я понимаю, что эта история отнесена на осень, на кубок губернатора. На осень мы привезем Маслякова-старшего. И это хорошая точка в нашем особом мнении. Напоминаю, что его сегодня высказывал Александр Чурин, первый заместитель председателя правительства Кировской области. Я лично, хотя это не мое особое мнение, поддерживаю движение КВН, потому что, на мой взгляд, вот это понятная составляющая молодежной политики региона. По крайней мере, понятно, о чем вот здесь говорить, когда мы говорим о возрождении КВН и его продвижении масштаба. Спасибо. Александр Чурин. Это было его особое мнение. У микрофона работала Светлана Занько. Спасибо. Особое мнение на 101FM.